Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Хочу бросить курить или просто сократить количество сигарет, сделать проминутку больше. Есть одно но, как только возникает подрывная сигарета, в среднем 15-20 минут после последней скуренной, у меня в голове сильное напряжение, это как тяга. Я пытаюсь терпеть, но возникает сильный эмоциональный всплеск. Я подрываюсь и иду по пути к пачке руки, сам достаю сигарету, я не успеваю ничего понять, я закурирую, потому что терпеть невозможно. А реально прошло 15-20 минут, как покурило. И так целый день. Как мне это исправить, подскажите, терпеть хотя бы сейчас. Ну смотрите, какая здесь ситуация, да? Мы здесь имеем дело с химической зависимостью. У вас химическая зависимость. И, соответственно, химическая зависимость, ну, предполагает, наверное, как мне кажется, медикаментозная, в общем-то, вмешательство. То есть химическая зависимость предполагает именно вот факт, так скажем, того, что вы будете использовать услуги врача, а не просто, там, грубо говоря, терпеть, да? Потому что, ну, что такое, что это значит терпеть, да? То есть вот, ну, терпеть химическую зависимость, это максимально неэффективный в этом смысле момент. Потому что вы, ну, как бы, ничего не добьетесь, вот, таким образом, вот, ну, совершенно ничего не добьетесь, таким образом, если будете, ну, просто вот, просто терпеть, да? А, во-вторых, ну, вы же, как бы, скорее всего, и, ну, и не шмозите. То есть у вас, ну, элементарно, элементарно. Ну, элементарно не получится просто. Терпеть, потому что, ну, это химия. Второй момент, важный, как мне кажется, достаточно момент. Если вы хотите, ну, вот, реально, да, броскурить, то, ну, вам, наверное, нужно сделать так, чтобы у вас не было пачки. У вас же, вот, такое ощущение, да, что сигареты, они, ну, как будто, вот, знаете, ну, с вами, с вами находятся, ну, если не постоянно, да, то, вот, в доступности находятся сигареты у вас. Вот. А это, соответственно, ну, соблазн. Вот. И, собственно говоря, это является таким, довольно важным моментом. Потому что вы сами, получается, не делаете ничего для того, чтобы себя вот как-то от этого обезопасить, да, вот, ну, от сигарет. Вот. А вам, ну, как бы, на самом деле тяжело, да, вам на самом деле трудно себя сдерживать, потому что привычки так дали. Вот. Это такой момент. Следующий, ну, следующий важный момент заключается, как мне кажется, по крайней мере, в том, чтобы вам не оставаться в одиночестве. Ну, вот, с этим, да, то есть, ваша задача заключается, как мне кажется, в том, чтобы вы не были в одиночестве с этой вот, ну, с этой тягой, вот, как вы ее, да, описываете. Ну, потому что, опять же, это вот, ну, в любом, как бы, случае, да, вам, ну, будет тяжело и больно, тяжело и больно. Я имею ввиду, я имею ввиду, ну, сдерживаться. Вот. 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 Это вот такой момент. Следующий важный момент, на который я хотел бы обратить, ваше внимание, заключается в том, что, ну, вот, ээээээ, так скажем, Состояние, которое вы описываете, свое состояние, оно очень похоже на тревогу. То есть как будто бы вы, да, ну вот там, грубо говоря, посредством, например, сигарет, как будто бы вы боретесь, ну вот с некоторой такой вот, ну тревогой, как будто бы, опять же повторюсь, то есть, ну я не знаю, в данном случае, как обстоят дела на самом деле, да, вот, но выглядит это, вот именно выглядит, выглядит это, так что вы просто боретесь, боретесь, боретесь с тревогой. Тревога возникает у вас из-за чего-то. То есть это, это вот тоже, тут вот такой момент достаточно, ну, серьезный. А из-за чего у вас возникает тревога? то есть, вот что вам дают сигареты. И мы здесь с вами, ну, в принципе, понимаем сразу, да, что допустим, очень важен факт того, когда вы начали, ну, допустим, курить, да, то есть вот, ну, там, к примеру, в какой момент, в какой момент времени вы начали курить? То есть вот что, условно говоря, да, смотивировало вас начать курить. Вот. То есть это очень важный момент. Вы об этом фактически, фактически, вы об этом не говорите, вот, фактически вы этого не раскрываете, вы просто вот, ну, по сути вы предлагаете, как бы, просто вот себе, ну, как бы, терпеть. Вот. Ну, на мой взгляд, это позиция негуманная. Вот. От слова, ну, от слова совсем. Вот. То есть вот такое отношение к себе, ну, оно вот лично у меня, да, ну, вызывает вопросы. Вот. Потому что таким образом, вот, ну, таким образом, таким способом, да, вот, вы ничего не добьетесь. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. По моему мнению, по крайней мере, вы ничего не добьетесь. Вот. Решать это, конечно, вам, да, но, тем не менее. Еще один важный момент, по которым я хотел бы, наверное, сказать, заключается в том, что люди, вот, ну, часто, как правило, начинают курить из-за некоторых сложностей с любовью, то есть, условно говоря, когда человек, допустим, себя не любит, да, то есть, вот, когда человек, ну, когда человек, вот, как-то себя не принимает. Человеку хочется, человеку хочется, ну, вот, хочется, там, грубо говоря, любви, да, человеку хочется, вот, ну, принятия какого-то, вот. И этого не происходит, вот. Собственно говоря, начинается проблема. Ну, вот, начинаются трудности. Поэтому я бы вот в этом, в этом смысле обратил бы на это внимание. И сделал бы акцент на оральном поведении. То есть, вот, ну, у вас, грубо говоря, да, оральное поведение. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам обращаться к врачу, потом к психологу и все у вас получится. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо.